Мультипарк, безалкогольное кафе, пикник, зона на острове Заречный, новый офисный центр. Эти объекты в ближайшее время появятся в Старом Осколе. Проекты рассмотрели на очередном заседании архитектурного совета при администрации округа. Набережная в районе Старой Мельницы и парковая зона в микрорайоне, Зеленый Лог, станут первыми зонами отдыха, которые войдут в новую концепцию мультипарк. Всего мультипарк объединит 14 мест, которые старооскольцы выбрали в ходе общественных обсуждений. Единопанорамное видение благоустройства территории продемонстрировало Управление капитального строительства. Программа рассчитана до 2022 года. Портфель проектов мультипарка включает в себя 37 проектов, 19 из которых уже реализованы в стадии реализации 4. К выполнению мероприятий по 6 проектам запланированного приступить в 2019 году, к реализации к 7 приступим в 2021 году. Для реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа предусмотрены денежные средства в объеме 697 миллионов рублей. Презентации не вызвали возражений у архитектурного совета. Однако глава предложил включить в проект мультипарк еще одну популярную зону отдыха. Мы упустили один момент. У нас есть муниципальное предприятие, Зоопарк. Мне откажется его тоже, обязательно туда надо включить. Одобрен проект по открытию торгового офисного центра на месте двухэтажной постройки довоенного периода на улице Советской. Дом 9, дробь 129. Здание, по словам главы округа, уже давно в плачевном состоянии и не является объектом культурного наследия. Старый дом решено снести. Кто за, данное предложение прошу проголосовать. Спасибо. Больше вопросов вызвал коммерческий проект «Семейный пикник-парк Заречный». Застройщик намерен расположить его на острове Заречном на реке Оскол. Здесь планируется разбить футбольное поле, волейбольную площадку оборудовать прогулочные и детские зоны, установить беседки с мангалами для пикников. На сегодняшний день территория неухожена, заросла камышом. Добраться до острова можно только вплавь. Так что первым делом соорудят мост. Длина моста составляет 24 метра. В данный момент там все русло заросло камышом, то есть глубина небольшая. Рядом будет находиться зона пляжного отдыха, поделенная на две части. Зона для детей и зона для взрослых. Семейный пикник-парк вызвал живой интерес архитектурного совета. В целом проект одобрили с некоторыми доработками. Как и проект кафе с летней террасой в микрорайоне Восточный возле дома номер 14. Застройщик предлагает возвести здесь современное безалкогольное кафе. Запланировано и благоустройство прилегающей прогулочной зоны. Для удобства жителей и посетителей было продумано проектировщиками сделать летнюю террасу. Она будет выполнена из композитной доски, имитирующей дерево. Далее было решено разделить сквер на две званы тихого отдыха. В итоге архитектурный совет одобрил все проекты при условии учета замечаний. Мария Кретова, Сергей Иваниченко, Денис Остапенко, 9 канал.